привет всем на моем канале по многочисленным просьбам зрителей канала и подписчиков решил из а заранее снятого материала смонтировать такое небольшое видео на тему как резать кирпич для тандыра и не только для тандыра и для других подобных конструкций где можно такой способ применить в данном случае буду резать огнеупорный кирпич шамотный как раз не хватит ламни двух кирпичей для этого тандыра марка кирпича ша-5 то есть шамотный тандыр внутри больше отделываться не будет то есть атаки останется со временем вся эта глина будет вычищена металлической щеткой швы оголятся чтобы глина не приставала к лавашам внешняя отделка тандыра еще без утеплителя просто обмазана мертелем снаружи с добавлением жидкого стекла и цемента необходимо сюда вырезать несколько половинок и их уложить на мертель чем сейчас я и займусь также предлагаю досмотреть данное видео до конца так как в самом конце будет очень полезная и актуальная информация для всех владельцев автомобиль не пожалеет так что смотрим дальше используя такой-то алмазный круг вот он зря тоже подносился на этом тандыре потому что кирпич шамотный такой звенит значит режу я его так как я использую лицевые части во внутрь тандыра что я не режу на полную глубину нету смысла вот поэтому я делаю надрезы и откалываю кленовые части делаю точно так же вот это допустим если это лицевая часть то я делаю примерно разметку примерно как там получается у меня по углу скоса стенки делаю разметочку и делаю где-то на сантиметр на 2 надпил потом отбиваю так как кирпич становится вот так вот на ребру и между кирпичами здесь в любом случае зазор есть то нету никакого смысла резать на полную глубину надеюсь это понятно ну сейчас я сделаю надрезы включу и покажу что получается и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот кирпичи стоят на своем законном месте. Извиняюсь за качество звука, так как на улице было очень ветрено, и некоторые моменты пришлось озвучивать отдельно. Так что, ну, я думаю, на смысл видео это никак не повлияло. Ну и несколько финальных кадров готового тандыра. Значит, фундамент здесь был сделан в виде шестиугольника, так как квадрат мне не нравится, вокруг него неудобно ходить. Поддувало выполнено аналогично как у меня. Кто не смотрел мое видео, оставлю ссылку в описании. Или можете поискать в плейлисте. Что еще здесь? Значит, крышка данного тандыра сделана из круга дисковой бараны. Приварены такие ручки с арматуры и заварено отверстие центральное. Крышку можно использовать в качестве сковороды. То есть, ее можно перевернуть и получается сковорода на ножках. То есть, можно на тандыре готовить. Значит, сам кружок для держания шампуров сделан из какого-то металлического колеса, найденного на металлоломе. Штыри из арматуры аналогично были найдены на металлоломе. Скажу сразу, краска будет обожжена перед использованием. Так что, можете в комментариях не зараза по данному вопросу. Отделка сделана минватой, поверху фасадной шпаклевкой, по классикам. Вот, как отделаются фасады. Плиточка взята клинкерная, морозостойкая для внешних работ. То есть, в принципе, должна выносить все перепады температур. Вот, все это было посажено на клей. В верхний ярус плитки был посажен на неупорный клей. В остальных местах, где температура не слишком высокая, была посажена плитка на обычный клей для внешних работ. Вот, такой получился тандыр. Кому понравилось, ставьте лайки. Задавайте вопросы в комментариях, что непонятно. Отвечу. Спасибо за внимание. А далее, как и обещал, информация для автомобилистов. Теперь, для тех, кто досмотрел видео до этого момента, немного полезной информации. Недавно ремонтировал свой автомобиль, а именно ремонтировал его ходовую. Установил себе вот такие вот полиуретановые детали. Это втулки стабилизатора, сайлентблокер, рычагов и так далее. Автомобилисты в курсе. Ну вот. Сперва я к деталям из полиуретана относился очень скептически, так как очень много противоречивой информации в интернете. Кто-то говорит, что они хорошо себя ведут, кто-то говорит, что плохо. Но я рискнул и установил себе детали из полиуретана. И, скажу честно, не пожалел. В благодарность за это решил вот так вот сделать обзорчик деталей для этой компании. Ссылка на их сайт и на YouTube канал в описании под этим видео. На сайте можно увидеть кучу запчастей для таких автомобилей, которые даже я ранее не знал, что такие существуют. То есть очень широкий спектр деталей. На своем YouTube канале они подробно рассказывают, что такое полиуретан, какие его свойства, проводят краш-тесты, есть полезные видео о том, как запрессовывать, устанавливать детали и так далее. Почему остановился именно на этой фирме и что меня заинтересовало? Заинтересовало меня следующее. При замене сайлентблоков в автомобиле, скажем так, деталь ответная, то есть ось рычага или сам стабилизатор, она уже имеет некий износ. И покупая деталь в магазине, допустим, у того самого производителя, даже оригинальную, эта деталь не имеет ремонтного размера. Она имеет такой же размер, как и деталь, установленная с завода, когда она была новая. Вот. Установив такую деталь, получается, мы имеем тот же самый люфт. И деталь, как бы, сайлентблок, в данном случае, или вот, втулка стабилизатора, начинает себя вести так, как будто она уже прошла 10 тысяч километров. Вот. Они же делают, они, это компания Автопростор, они делают детали все с учетом ремонтных размеров, что очень хорошо. Вот я установил на свой автомобиль такие детали. Проехал я уже около 10 тысяч и очень доволен. Абсолютно комфортно ведет себя подвеска, никаких посторонних шумов. Сам полиуретан у них четырехкомпонентный. Я не особо в этом разбираюсь, но из того, что я уже знаю, полиуретан четырехкомпонентный, премиум класса. Он не теряет своих свойств ни в мороз, ни в жару. То есть он имеет постоянно одни и те же эластичные свойства. То есть он сохраняет свою эластичность. Он абсолютно устойчив к абразивному износу. То есть если попал песок, полиуретан устойчив, более устойчив, чем резина. Также он бензомаслоустойчив. Вот такой вот небольшой обзор. Кстати, вот эти детальки я взял уже для автомобиля родителей. Это к автомобилю Deolanus. Вот. Я уже прикупил такой небольшой комплектик. Будет ремонт. Будем устанавливать. Так что вот такая вот небольшая полезная информация. Надеюсь, она была кому-то полезна. Ссылки на производителя и на их YouTube канал будут в описании. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok